Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетно? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение, Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народам в наследие тебе и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, воразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него. Древняя вот книга, когда-то там далекое время, до нашей эры, тысячу-полторы лет, писал человек эти слова, произносил их в молитве, обращался к царям. От них зависит судьба народов, судьба государств. И он, обращаясь к ним, показывал, что над ними царями, у которых кажется вот этот жезл власти, неограниченный такой, который уже ни перед кем не отчитывается, а над ними есть тот, который владеет всем, и который дал во владение землю, и который поручил этим царям властвовать достойно и благочестиво, и ответственно. Вот тут вот в этом коротеньком псалме я нахожу для себя, и для тебя, и для нас, для всех такое великое откровение. Не случайные мы на земле. Мы не просто пыль, а мы творение Божье. И даже в организованном сообществе, каким является государство, и есть структуры власти, они покорны должны быть Богу. Смотрите, как говорит здесь в финальной части. Вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли. Как не хватает сегодня этого небесного голоса, чтобы остановить безумие, безрассудство, кровопролитие, это мучительное насилие, которое сегодня разоряет землю, разрушает мир в душах, в семьях. Остановитесь, цари, вразумитесь, цари, почтите сына, чтобы он не прогневался. Служите Господу со страхом и трепетом. Мне кажется, это просто величайший тезис, который дисциплинирует нас, утешает нас и дает нашему сердцу покой.